В эфире наши новости, в студии с вами Валерий Белый. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Игриме неравнодушные граждане приводят улицы поселка в порядок. В Березово прошел рейд по соблюдению масочного режима. Традиция поздравлять граждан пожилого возраста с юбилеями продолжается в Саранпауле. Эти и другие новости в материалах наших корреспондентов. В Березово прошел очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима. В нем приняли участие представители администрации Березовского района, ОМВД России и Роспотребнадзора. В ходе рейда были проверены десятки магазинов районного центра. В первую очередь проверялось наличие средств индивидуальной защиты масок и перчаток у персонала, а также информационные листы для населения и специальные журналы учета состояния здоровья сотрудников. По этим параметрам замечаний практически не было. Соблюдают масочный режим и большинство покупателей. В целях допущения распространения коронавирусной инфекции на территории Березовского района нами совместно с администрацией Роспотребнадзором был проведен рейд по торговым объектам с целью соблюдения масочного режима, а также соблюдения полутораметровой дистанции. В ходе данных рейдов было нами проверено 26 торговых объектов. Все торговые объекты обеспечены масками. Граждане, которые заходят в магазины для приобретения продуктов, также могут согласно маске себе обеспечить. Также есть дезинфицирующие средства, которые доступны. Все граждане у нас стараются дезинфицировать, когда заходят, соблюдают масочный режим. В Саранпауле 1 июня глава сельского поселения Павел Артеев поздравил с 80-летним юбилеем жительницу села Агафью Ивановну Хозяинову. О ней и ее воспоминаниях в репортаже Ирины Будниковой. 23 апреля в городе Тюмени Агафья Ивановна Хозяинова в кругу близких родственников отмечала свой 80-летний юбилей. А по приезду в Саранпауле принимает поздравления от главы администрации Павла Артеева. Пришли поздравить вас с прошедшим юбилеем. Вас здесь не было. Никогда не забуду этот юбилей. 60 лет хотела справить, муж умер. 80, думаю, обязательно справлю. 80 лет это коронавирус. Но у нас 7 человек сидели. Ну ничего, когда это все закончится, опразднуйте. Спасибо вам, Анатолий, спасибо, не забывайте. Самое главное, крепкого здоровья вам. Сегодня мы поздравили с 80-летним юбилеем Агафью Ивановну Хозяинову, достойный житель нашего сельского поселения Саранпауле, которая сохраняет традиции, историю. И в администрации поселения есть такая добрая традиция поздравлять наших юбиляров с днем рождения. С наилучшими пожеланиями здоровья, хорошего настроения, успехов, радостей. У Агафьи и ее мужа Федора двое детей, четверо внуков и трое правнуков. Они проживают в Тюмени и ежегодно она ездит к ним в гости. Агафья Ивановна большая мастерица, владеет техникой лоскутного шитья и рассказывает, что для таких изделий особым украшением является добавление кружева. Сейчас занимается плетением из нитей. В начале лета на ее небольшом участке уже свои места заняли саженцы помидор, взошли огурцы. Скоро будут высажены другие овощные культуры. Агафья Ивановна ребенок войны. Ее папа Иван Трофимович Вакуев пропал без вести в мае 1942 года. И несмотря на то, что ей в День Победы было всего пять лет, воспоминания об этом сохранились на всю жизнь. Ну, сказали, что война кончилась. Мама пошла на работу, а сказали, что война кончилась. Она вернулась обратно, переодеться, чтобы на митинг. Переодевалась, пока пошла, и митинг-то уже кончился. Она обратно пришла, в соседях жили, это Надя Попова, вот ее сейчас нету, у Надьи Попова и мать. А мама к ним пошла, она сильно красиво пела. А муж играл на гармблочки. И вот они как с утра начали петь, он играл, а они пели. Весь день, а я думаю, хоть бы дольше. Знаете, тогда хлеба нету, ничего нету. А он ездил на рыбалку, чебаков, видимо, наловил. И вот на железке она бесперестанно все варила, вытаскивает, видимо, сразу на стол. А мы, Коля был у этого, у Надьи Попова и брат со мной одного, только Коля от Альзеев. И вот мы с ним весь день носились, бегали, бегали, бегали. Только побегаем, заходим через фурага. Ну что, побегали? Побегали. Давайте, ни кости, ничего не боялись, пять лет. Ели эту рыбу. А, говорит, я уж хлебом-то вас кормить не буду, а давай рыбой. И вот эту рыбу мы ели, как не знаю что. Вот тогда День Победы никогда не забудешь. Ирина Будникова, авторское телевидение Березова, Саранпауль. Продолжаем наши новости. В период с начала лета до конца первой декады июня 2020 года Центр Аспас Югория прогнозирует подтопление жилых домов Березова. На сегодняшний день вода из реки Северное Сойство дошла к домам, расположенным вблизи береговой линии, но пока критическая отметка уровня воды не была превышена. Дома остаются в безопасности. В данный момент проводится подворовая проверка и информирование граждан о мерах безопасности при подтоплении жилых домов и придомовых построек. В соответствии с прогнозом Центроспас Югория с 31 мая по 7 июня прогнозируется достижение критических отметок уровней воды в реке Северное Сойство. При достижении критического уровня на территории поселка городского типа Березова будет подтоплена вероятность подтопления шести домов. В данный момент проводятся подворовые обходы, предупреждается население, раздаются памятки, уточняется потребность населения в пункте временного размещения. В Игриме уже начался сезон субботников. Неравнодушные игримчане, а также целые организации и предприятия приводят в порядок своей территории дворы социально значимые объекты. Один из субботников состоялся на детской площадке «Ангелок». Подробности далее. Активные представители местного совета ветеранов, их юные помощники и общественники Игрима организовали субботник на детской площадке «Ангелок». Главная причина – привести в порядок это место, очистить от обилия прошлогодней листвы и хвои. Также субботник провели в честь Дня защиты детей. Мы решили, бабушки Игрима, навести порядок на детской площадке к Дню защиты детей. Ну, конечно, обидно было, что вот дети придут, и вот такой мусор здесь. Мы походили, посмотрели и дали клич. Вот у нас инициатором была Людмила Ушакова. У нее как раз пять внуков. У меня вот третий внучок родился 8 мая. А у нее пять внуков. Она говорит, я тоже хожу сюда, гуляю с внуками. Так что вот мы решили сделать субботник. Ранее бытовой мусор на детской площадке убрали работники Управления связи общества «Газпром Трансгаз Югорск». Отметим, что «Ангелок» – одна из первых детских площадок, которые были построены в Игриме. Дети, которые играли здесь с самого начала, уже выросли. И, конечно, она хранит воспоминания 17-летней давности. 17 лет назад у меня внучке было два года, и я не знала, куда с ней идти гулять. Мы ходили в детский сад «Звездочка» на площадку, но нам сказали, только можно в сон час, когда детей нет. Я тогда обратилась к депутату Лидии Васильевне Малебной. Она мне посоветовала собрать подписи мамочек. Я собрала подписи, 300 человек, 300 мамочек подписались. И унесла ей, но она там уже к руководству, и на следующее лето появилась у нас вот эта площадка. Мы были очень рады. Также гримчане высказали пожелание, чтобы площадка по возможности обновлялась. Объекты на ней нужно покрасить, поставить новые качели взамен сломанных. Неравнодушные жители общими усилиями привели в порядок место, где гуляют и играют их дети и внуки. В процессе субботника собрали несколько десятков мешков прошлогодних листьев. Игримская ХЭС предоставила для работы все необходимое – мешки и грабли. Также был организован вывоз мусора. Вероника Камелькова, Дмитрий Неккин, АТВ «Березова» и Гримм. Продолжаем знакомить вас с мнениями по поводу поправок в Конституцию, предложенных для голосования на всероссийском референдуме. Несколько из них касаются здравоохранения и здоровья граждан в частности. Медицина касается всех и каждого, особенно в настоящее время. И вопрос поправок в Конституцию от здравоохранения, которые были внесены, одна из них – это создание условий для развития здорового образа жизни и, что самое важное, это ответственность за свое здоровье гражданина России. Я думаю, это важная поправка. Если она будет принята, у людей будет мотивация к занятию своим здоровьем, будет мотивация к прохождению диспансеризации, в результате которой мы своевременно обнаруживаем опасные хронические заболевания. Ну и только от этого выиграет все население. Я думаю, что такую поправку нужно принять общенародно. Еще одна поправка в Конституцию касается адресной социальной помощи. Предлагается придать ей статус государственной гарантии. Поправка может войти в 78-ю статью основного закона Российской Федерации. Обновленная Конституция расшифровывает, что такое социальное государство. Это гарантированные пенсии, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год. Также индексироваться будут другие выплаты и льготы. Считаю, что адресная социальная поддержка – это очень правильно. Помогать нужно конкретно тем людям, которые в ней нуждаются. И эта поправка заставит профильное ведомство принципиально менять отношения. Потому что о социальной работе теперь мы будем судить не по объему выделенных средств, а по тому, насколько улучшается конкретная жизнь отдельно взятого человека или семьи в целом. Соблюдение мер безопасности на воде особенно актуально для населенных пунктов, где нет специально оборудованных мест для купания. Тем более, что купальный сезон может начаться совсем скоро. О правилах безопасности на воде в своем обращении к детям и родителям и грима рассказал государственный инспектор по маломерным судам Александр Семенов. Существуют определенные правила на воде, которые нужно соблюдать не только взрослым, но и детям. Самое главное, нужно помнить всегда, для детей выход на реку без разрешения родителей, конечно, не рекомендуют. Это особенно для тех маленьких детей, которые иногда уходят. Те, значит, которые взрослые дети, более-таки уже взрослые, 16-15 лет, конечно, нужно предупреждать своих родителей, что они пошли на реку. Ну и, конечно, помнить те правила, которые безопасность на воде. Вода не только у нас является источником благополучия, наверное, какого-то вдохновления, отдыха, но и она таит определенные опасности. То есть, так как у нас в населенном пункте и грим нету санкционированных пляжей, то есть все такие необорудованные места, где купаются люди. Нужно всегда помнить, что купаться нужно в тех местах, где вы знаете определенные глубины, значит, водоем, чтобы он был чистый. Не рекомендуют, конечно, сразу с разбега забегать в воду, нужно хотя бы, чтобы узнать, какая глубина. Потому что под водой мы не видим и не знаем, что может находиться. Бывает и арматура, бывают там какие-то бревна, о которых можно удариться. На мелководье не рекомендуют купаться и нырять, потому что вы не знаете глубину. Купаться не рекомендуют больше около 30 минут, потому что человеческий организм тоже не всесильный. То есть может получиться переохлаждение, что скажется на судороге, то есть может свести и руки, и ноги. И поэтому всегда нужно, значит, какое-то определенное время покупались, отдохнули, позагорали, провели, значит, какие-то там игры на берегу. Будьте внимательны, берегите себя. И гримчане присоединились к акциям «Сад памяти» и «90 кедров». В рамках этих акций, а также общих мероприятий по благоустройству и озеленению поселка была проведена большая работа. В нее включились практически все предприятия и организации поселка, представители общественности. Подробнее об этом в сюжете Вероники Камильковой. Посадка деревьев в этом году была приурочена не только к ежегодному озеленению грима, но и крупным экологическим акциям. «Сад памяти» – это международная акция, посвященная памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. «90 кедров» – это юбилейное региональное событие в год 90-летия нашего округа Югры. По словам главы городского поселения Тамары Грудо, Игрим сам по себе достаточно зеленый поселок, поэтому площадки для высадки выбирали тщательно. Там, где саженцы точно придутся к месту. Кедр – наш северное, сибирское дерево, очень красивое. Поэтому у нас 60 кедров, мы очень долго думали, где посадить, и решили, что мы должны посадить. Поскольку у нас все-таки Гримм достаточно зеленый поселок, и не совсем еще те площадки, которые мы будем благоустраивать, готовы к тому, чтобы мы эти деревья сажали, мы решили это все сделать практически на очень востребованной площадке – это лыжная база. Поэтому посадили вдоль трассы лыжной, очень будет удобно, и снег задерживается – это такое коллективное решение. И здесь внутри посадили вот все эти кедры здесь, и плюс еще 10 рябин, чтобы вот эта площадь у нас была вот такая вот красивая, ухоженная. Потому что здесь часто собираются, мероприятия проводят. Спортивная площадка еще здесь будет, поэтому это очень востребованная площадь. Теперь саженцы на лыжной базе будут радовать не только персонал учреждения и юных спортсменов, но и всех и гримчан, так как здесь часто проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия. Вообще это, конечно, здорово, что мы здесь преобразили свою территорию, потому что мы должны жить в гармонии с природой. И когда мне Тамара Александровна позвала к себе с такой идеей здесь посадить деревья, конечно, я сразу согласился. Тем более здесь только у нас помощников пришло. Мы посадили деревья с такой, значит, инициативой, чтобы у нас как бы маркировка лыжной трассы была. То есть с одной стороны будет у нас кедр расти, и с другой, и будет уже видно лыжную трассу. И как бы сейчас эти кедры не очень так видно, потому что все зелено, все сливается. А зимой это вообще будет здорово. Будет на белом фоне кедры такие, это зелено, вообще хорошо будет. Помимо этого кедры и рябины были высажены на территории детской библиотеки и концертно-выставочного зала. Эту обязанность взяли на себя работники культурно-досугового центра вместе с представителями школы имени Гавриила Собянина и МОК Теплосети. Мы решили выбрали территорию благородить возле детской библиотеки, потому что здесь такой образовался пустырь, не очень красиво. Мы надеемся, что эти деревья вырастут, будет красиво, будет зона отдыха. Тем более, что мы планируем благоустройство площади с другой стороны здания. Думаю, что это будет общая, хорошая, красивая территория. Участие в таких акциях не только делает поселок красивее, но и способствует сплочению. Инициативу поддержали многие организации. Вызвались помочь неравнодушные гримчане, школьники и студенты. Я считаю, что это очень важная акция. 90 лет нашему округу, все-таки жители нашего округа. Мне хочется, чтобы поселок наш расцветал, чтобы побольше было инициативных жителей. Да, видите, мы привлекаем даже молодое поколение. Я думаю, что это хорошее воспитание. Ну и мы будем наслаждаться тем, насколько эти кедры будут расти, мужать. Да, у нас будет красивая лыжная трасса. Мы будем приходить сюда на спортивные соревнования и знать, что какую-то частичку мы внесли в эту красоту. Не обошли стороной и улицу Ленина, пешеходную зону, по которой ежедневно проходят сотни гримчан. Вдоль аллеи была высажена рябина. А благоустройство поселения сейчас идет полным ходом. Это не только посадка деревьев, но и другая немаловажная работа. К ней привлечены практически все организации. У нас практически все. Не обязательно там высаживают, например, деревья, но занимаются еще благоустройством на различных местах, на которых можно, чтобы расстояние все эти могли бы определены. Детские площадки там прочищают. Кто-то лесопарковые наши зоны. Ну, практически все. У нас было совещание в среду руководителей всех наших организаций, посвященное этой теме. Поэтому у каждого задания есть, все занимаются. Вероника Камелькова, Дмитрий Неттин, от Эллы Березова, Игрим. И это были все новости на сегодня. Смотрите наши выпуски в социальных сетях в группах Березовая инфо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин